В чемпионате России В 1999 году ЦСКА на выезде одолел локомотив из Нижнего Новгорода со счетом 2-0. Второй мяч под занавес встречи забил Алексей Савельев. Сергей Семак был полон желания забить гол, но решил предоставить эту возможность Алексею Савельеву, который на последних минутах игры свой шанс отличиться не упустил. 2-0. Трудная и заслуженная победа ЦСКА. В Кубке России 2000-2001 в 1-16 финала ЦСКА в гостях разгромил Шинник 6-1. Ударом со штрафного Савельев забивает пятый мяч ЦСКА в этом матче. В 19-м туре чемпионата России 98-го года ЦСКА на выезде разгромил московская «Динамо» со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Савельев, в наш топ попадает его первый гол в этом матче. Исказ первых мгновений захватил инициативу и на 21-й минуте открыл счет. Кулик с левого фланга сделал хорошую передачу на Савельева, и тому не составило большого труда переиграть бывшего вратаря армейцев Тяпушкина. В чемпионате России 2000-го года ЦСКА разгромил Нижегородский локомотив 5-0. На 30-й минуте встречи отличился Алексей Савельев. Вот армейцам за счет неплохого движения удается создавать численное преимущество на определенных участках поля. За счет этого они обыгрывают соперника и прорываются по центру. Нарез в шарную. Сейчас туда Савельев. Алексей Савельев забивает второй мяч в ворота Валерия Шанталосова, и армейцы впереди 2-0. Вы знаете, я, честно говоря, искренне симпатизирую этому футболисту. Он всегда очень нестандартно действует на поле. Он практически 11-метровый, посмотрите, Алексей. Нужно было с хода попасть в мяч еще. Каждый день хожу на службу, не могу назвать это подвигом, но нечто героическое в этом есть. Вот нечто героическое сейчас, на самом деле, безусловно, продемонстрировал Савельев. Победителем нашего топа становится гол, забитый в ворота Спартака в чемпионате России 2000 года. В этом дерби армейцы одержали победу со счетом 2-1. Алексей Савельев забил мяч, который по сей день остается самым быстрым голом ЦСКА. Для полноты ощущений посмотрим этот гол от самого стартового свистка. Все, первый тайм начался и моментально Робсон идет в подкат. Первый фолл на, наверное, шестой или седьмой секунде встречи. То, что игра будет жесткой сегодня, прогнозировалось легко и загодя. И опять Робсон. Сейчас внушение последует со стороны Александра Кожихова. Я не сомневаюсь, что Робсон с его опытом общения на русском языке прекрасно поймет, что же арбитр имеет в виду. Другое дело, так и из этого он сделает вывод. Бок у мяча. Варламов. И сильный удар направления Алексея Савельева. Проиграл на позицию ЧУСС. Савельев бьет поворотом и мяч оказывается в секте. На первой же минуте встречи ЦСКА выходит вперед. Вспоминаем встречу первого друга. Когда армейцы тоже в дебюте забили гол, но не был он защитен. Тогда забился Макс и сейчас Савельев. Очень спокойно прошел. Подработал мяч. Дал защитнику сесть буквально на плечи уже себе. Ну, в переносном, конечно, смысле. Немало этим не обеспокоился. И пробил зрячее. Глядя не на мяч, а на ворота. 1-0. ЦСКА. Повел. Ставь лайк, если понравилось это видео. А также подписывайся на канал и посмотри другие наши ролики. Спасибо за просмотр. До новых встреч, армейцы! Субтитры подогнал «Симон»!